Развитием сельских территорий в регионе займется чиновник федеральный. На должность директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия заступил экс-замминистра Калужской области Денис Черкесов. Он сразу задал вектор направления новым коллегам. Рассказал о программах льготного кредитования предпринимателей. Государство дает возможность упростить получение кредитов и субсидий. Предприятие будет платить уменьшенную ставку до 5%. Также речь идет о компенсации капитальных затрат. Строительство молочных ферм от 400 голов до 30% компенсация капитальных затрат на строительство и оборудование. Значит, это строительство теплиц тоже до 30% компенсация. В эту же программу входит строение овощехранилищ, логистических центров и еще целый ряд направлений. К первому заседанию новый чиновник подготовился тщательно. Изучил 13 лет практики региона в программах социального развития села. Отметил, что Ивановская область была в аутсайдерах. Из 9 направлений реализовывали только 2. Но и похвалил. За это время в субъект привлекли 346 федеральных миллионов, потратили 860 областных и муниципальных. На средства построили 202 километра газовых сетей и 109 километров водопровода. С 2018 года очень существенно изменилось распределение софинансирования. Сейчас это 7 на 93. То есть на каждый миллион областных средств мы можем привлечь 13 миллионов 300 тысяч рублей федеральных средств. Значит, считаю, что это очень благоприятные условия софинансирования, и мы должны максимально пользоваться этим направлением. Раньше объем софинансирования был от 30 до 50 процентов. Для региона есть еще хорошие новости из столицы. Увеличено софинансирование из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автодорог в сельской местности. На 2019 год предусмотрено 55 миллионов, на 2020 – 57. Мы все будем работать по тому, чтобы добиться поля серьезных инвестиций в сельское хозяйство, в сельское хозяйство со стороны, прежде всего, частных инвесторов, но и будем объединять наши с вами усилия по выбиванию денег из федерального бюджета. Денис Черкесов отметил, что главное в его деятельности – социальное развитие села. Но успех этого направления на 90% зависит от глав муниципалитетов. Работу с ними начали сразу же. Правда, по традиции – за закрытыми дверями. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.